МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Папа Франциск молится за погибших в недавних террористических атаках. Мы расскажем вам, почему священник не может предать тайну исповеди. Этот документальный фильм расскажет о том, чему мир может научиться у африканских женщин. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 августа на площади Святого Петра собралось около 10 тысяч человек, чтобы прочитать молитву Ангел Господень вместе с понтификом, а также услышать его наставление. В наших сердцах мы нанесем боль и скорбь из-за терактов, которые в эти последние дни привели к гибели многих людей в Буркина-Фасо, Испании и Финляндии. Помолимся обо всех погибших, раненых и за их близких. Попросим Господа Бога милосердия и мира освободить мир от этого бесчеловечного насилия. Далее Папа попросил всех паломников присоединиться к его молитве за всех пострадавших. В эти последние дни папа много критиковал совершаемое насилие. После атаки в Барселоне он опубликовал сообщение в своем аккаунте в Твиттере, переведенное на 9 языков. Понтифик сказал, «Я молюсь за всех жертв, совершившегося в эти дни насилия, и чтобы слепое насилие терроризма более не находило себе места в этом мире». Только в 2017 году произошло 865 терактов, повлекших 5220 смертельных случаев, включая последний теракт в Испании. Бывший дипломатический представитель Ватикана в ООН считает, что истоки насилия укоренены в индивидуализме и недостатке уважения по отношению к остальным. Почему эти молодые люди в Европе или других странах мира обращаются к насилию? Вероятно, их сердца пусты, и они ищут достаточно сильной мотивации, которая может придать глубокий экзистенциальный смысл их жизни. Далее архиепископ говорил о том, что такой смысл можно найти в служении ближним. Для этого нужно запастись терпением. Но как бы там ни было, столько актов насилия явно свидетельствуют о глубоких проблемах в нашем сообществе. Я думаю, насилие – это красная лампочка, свидетельствующая о том, что что-то на фундаментальном уровне идет в корне неправильно. Это касается того, как развивается наше общество и его культура. Получается, что жизнь человека здесь совсем не ценится. Нам не хватает понимания святости жизни, присущей каждому человеку, потому что мы все дети Бога, имеем равное достоинство. Без должного уважения к другим людям в нашем обществе установился эгоистический светский образ мышления. И такое устройство мы наблюдаем по всему миру. Сталкиваясь с подобными ситуациями, некоторые люди, чтобы добиться своих целей, предпочитают выбрать краткий путь войны. Обычно этому способствует недостаток образования, ответственности по отношению к другим, а также солидарности. Во главу угла ставится не общее благо, а личное благополучие. А это толкает людей, в особенности многих беспомощных молодых людей в больших городах, совершать насилие. За свою долгую жизнь архиепископ Томази пережил и помог разрешить несколько мировых конфликтов. Он говорит, что необходим диалог, а также качественный сдвиг в сознании людей, чтобы такого не случалось. 21 августа было обнародовано послание Папы Франциска на Всемирный день мигранта и беженца, который будет отмечаться в январе следующего года. Тема послания отражает план Папы – принимать, защищать, продвигать и интегрировать мигрантов и беженцев, то есть 65 миллионов человек, вынужденных оставить свои дома. В своем послании понтифик напоминает, что Иисус постоянно стучит в наши двери, иногда под видом мигранта. Принимать. Папа Франциск напоминает, что необходимо предоставлять более широкий круг возможностей для мигрантов и беженцев, чтобы те могли достичь мест назначения легальной в безопасности. Понтифик призывает разработать программы поддержки, вести специальные визы, чтобы семьи могли объединиться, а также открыть гуманитарные коридоры для особо уязвимых беженцев. Все это должно быть сделано, чтобы предотвратить повторение ситуации, когда множество беженцев массово были высланы туда, где их права и свободы не гарантированы. Защищать. Святейший Отец просит защищать беженцев с самого момента бегства из своей страны. Для этого он просит, чтобы мигрантам было ясно положение вещей в их стране до отбытия. Это в особенности касается детей и молодежи, которым должен быть гарантирован доступ к начальному и среднему образованию. Продвигать. Папа Франциск просит принимающие страны дать возможности мигрантам и беженцам достичь своего человеческого потенциала во всех изменениях, которые составляют человечность, задуманную создателем. Понтифик предлагает странам стать более открытыми в части рабочих мест. Он также просит способствовать воссоединению семей, не подвергая их процедуре дополнительных экономических требований. Интегрировать. В своем послании папа вспоминает о межкультурном обогащении в присутствии мигрантов и беженцев. Он сказал, что интеграция – это не ассимиляция, которая заставляет мигрантов подавлять или забывать свою собственную культурную самобытность. Однако папа также осознает, что интеграция – это долгий процесс. Поэтому он подчеркивает необходимость поощрения культуры встречи и распространения успешных моделей и лучших практик. Папа предлагает всем христианам действовать точно в соответствии с этими четырьмя глаголами, помня о предстоящем Всемирном дне мигрантов и беженцев, который состоится 14 января 2018 года. Незаконная эмиграция и кризис беженцев заставили некоторые правительства начать работу над решением этих двух глобальных чрезвычайных ситуаций. Ватикан вместе с ними разрабатывает международное соглашение по вопросам миграции. Это будут два глобальных пакта, которые должны быть утверждены до конца 2018 года, чтобы верно служить беженцам и иммигрантам. Давайте подумаем о крупнейших кладбищах в настоящее время, таких как пустыни, в тех местах, где проходят мигранты, а также Средиземное море. С одной стороны, общество просит нас немедленно предпринять меры спасения для беженцев, но мы также обязаны разъяснять и расширять правовые каналы и гарантии безопасности беженцев, чтобы тем не приходилось рисковать своей жизнью. Департамент Ватикана по работе с мигрантами и беженцами, возглавляемый Папой лично, ставит своей целью поддержать каждую инициативу, которая поможет спасти столько жизней, сколько возможно. Чтобы всегда помнить о важности своей работы, в Дикастерии хранится этот спасательный жилет, который испанский спасатель подарил понтифику. Он принадлежал шестилетней сирийской девочке, которая утонула в Средиземном море. Чтобы выполнить свою миссию, они используют все возможные ресурсы Ватикана в пределах разумного. Цель состоит в том, чтобы на практике реализовать 20 пунктов из глобальных соглашений, которые Папа кратко выразил в четырех глаголах – приветствовать, защищать, поощрять и интегрировать. Мы отчитываемся Святейшему Отцу о проделанной работе. Он дал нам зеленый свет, чтобы мы продолжали работу в направлении, которое указывает глобальное соглашение. Мы работаем в тесном контакте с государственным секретариатом, чтобы пункты соглашений стали частью нашей информационной кампании, которая должна оказать влияние в соответствии с нашими целями. 20 пунктов международных соглашений фокусируются на установлении безопасных легальных каналов передвижения мигрантов, бегущих от войны, голода и непрекращающегося насилия. История видела много примеров того, как церковь открывала свои двери для беженцев. Вот почему отец Баджо говорит о лучших практиках, подразумевая, что интеграция возможна. Без преувеличения можно сказать, что католическая церковь оказывает помощь миллионам людей либо через религиозные конгрегации, либо через комитеты и офисы поместных церквей. Многие из них работают с иммигрантами или католическими организациями, такими как Каритас. Мы бесконечно можем перечислять положительные отзывы, которые получаем из всех стран и регионов. Мы попытаемся задокументировать их в отчете, который хотим опубликовать в следующем году. Больше всего помогают приходы. В первую очередь именно в приходы обращаются люди, прибывающие из разных стран. Опираясь на этот опыт, Ватикан хочет показать, что изменение международной политики в пользу самых незащищенных является срочным мероприятием. Эти люди приехали из Уругвая, чтобы участвовать в фольклорном фестивале в Сарадинии. Но самым захватывающим в их путешествии стало посещение Рима. Они побывали на общей аудиенции и видели папу. Самым замечательным моментом стало получить благословение от понтифика на испанском. Наконец мы его поняли, дети были в восторге, это было действительно непередаваемо. Мне очень понравилось сегодня в Колизее, а также на общей аудиенции. Видеть здесь папу, это действительно очень впечатляет, да. Посещение общей аудиенции стало для группы из 35 танцоров и музыкантов своего рода сюрпризом. Они не знали, смогут ли попасть на аудиенцию, но говорят, что ожидание в очереди того стоило. Это правда было очень здорово. Нам было радостно видеть папу так близко, но дело еще и в том, что он аргентинец, а Уругвай очень близко к его стране, и поэтому мы хорошо понимаем друг друга благодаря испанскому. Мы все очень счастливы. Мы всегда хотели побывать здесь, но не надеялись на катехезу или вообще войти на площадь. Поэтому мы еще более шокированы и рады. Чтобы собрать деньги на эту поездку, они проводили множество концертов у Уругвай. Вернувшись, они продолжат собирать деньги, чтобы и дальше путешествовать по миру и делиться своей культурой. В 2017 году больше всего людей погибло от рук террористов в Афганистане. Их количество составило 854 человека. Второе место занимает Ирак, насчитывая 652 погибших. Далее следует Сирия. Там число жертв насчитывает 602 человека. Четвертое место досталось Сомали, где зарегистрировано 310 смертельных случаев. Смотрите далее. Знакомьтесь с движением «Молодежь за мир», которое помогает молодым и пожилым людям. Вы смотрите Ром Репортс РСИ. Австралийская королевская комиссия, которая расследует случаи педофилии в религиозных сообществах и государственных учреждениях страны, опубликовала 85 рекомендаций по реформированию австралийского законодательства. Одно из предложений заключается в том, чтобы обязать священников нарушать тайну исповеди, чтобы выявить педофилов. Если такой закон будет принят, католические священники попадут в трудную ситуацию. Им придется выбирать между лжесвидетельством и автоматическим отлучением. А все потому, что 983 закон канонического права гарантирует, что сакраментальная печать неприкосновенна, поэтому исповеднику совершенно запрещено каким-либо образом выдавать тайну исповедующегося, словами или каким-либо другим способом и по любой причине. Более того, как указано в законе 1550-м, даже в суде и даже по просьбе крающегося, священник освобождается от ответа. Однако священник может вмешаться, не нарушая тайны исповеди. Например, ему разрешено предупредить полицию, если жизнь человека в опасности, но он не должен раскрывать тайны исповеди или личности исповедовавшегося. В некоторых странах сам закон запрещает священникам давать показания о преступлениях, обнаруженных ими во время исповеди. А все потому, что тайна исповеди выходит за рамки простой профессиональной тайны. С богословской точки зрения считается, что кающийся признается священнику в лице Христа и замещающему Христа на земле. Кроме того, священник обязан немедленно забыть услышанное, как только он дал отпущение грехов. Средства массовой информации по-разному преподносят стили понтификатов Папы Бенедикта и Франциска. Однако лучше всего разобраться в этом вопросе, несомненно, помогают их собственные труды. Отец Джузеппе Коста 10 лет работал директором издательского дома Ватикана. Он работал с обоими понтификами и смог лично оценить стиль работы и коммуникации каждого. Я работал в течение всего понтификата Папы Бенедикта XVI и четыре первых года понтификата Папы Франциска. В то время произошел большой сдвиг в сфере коммуникаций. Это не значит, что, например, Папа Бенедикт XVI не так хорош в коммуникациях, как Папа Франциск. Он просто другой. Однако очевидным различием является их присутствие в социальных сетях и способность мгновенно делиться идеями. Наш собеседник говорит, что Папа Франциск с радостью принял свой аккаунт в Твиттере и на Фейсбуке и отправлял видеосообщения, в то время как социальные сети стали поездом, который, по-видимому, пропустил Папа Бенедикт. Папа Франциск имеет способность налаживать немедленный контакт с разными людьми, с паломниками, со всеми, с кем он встречается. Папа Бенедикт всегда был более размышляющим, можно так сказать, и он всегда был вежлив. Их подходы отличаются. Папа Франциск более непосредственен, в то время как Папа Бенедикт предпочитал подождать подольше, прежде чем говорить, и таким образом казался немного холоднее. Но, несмотря на участие в соцсетях, отец Коста говорит, что работы обоих понтификов всегда влияли на множество людей по всему миру. Но ничего этого не случилось бы без издательского дома Ватикана. Поэтому он так рад был работать здесь и быть частью процесса. Я наблюдал, как многие послания и мысли Папы были взяты для разных книг. Это завораживает. Папа для меня одновременно издатель и автор. Я воспринимаю Папу как главного автора нашего издательства. Издательство преуспевает, если его авторы молодцы. А у нас сейчас такие разные и одинаково великолепные Папа Бенедикт и Франциск. Это как выиграть джекпот. Отныне работа издательского дома и непрерывное цифровое сопровождение лягут на плечи секретариата по связям. Именно так Святейший Престол будет продолжать свое исследование стиля общения каждого понтифика, с помощью которого те передают благую весть миру. Эти улыбки на лицах людей разных поколений – главная награда движению «Молодежь за мир», которая старается улучшить условия проживания, школы и в целом жизни людей в отдельных районах. Одна из их программ называется «Школы за мир», которые могут посещать дети из неблагополучных семей. Движение принадлежит общине Святого Эгидия, которое активно продвигает мир по всему миру. Эта инициатива родилась в общине Святого Эгидия. Мы верим, что нельзя бросать бедных, что нужно создать конкретные знаки надежды для детей, чего они лишены в их кварталах. Вот почему мы создали, так сказать, продленку после школы – это бесплатно. Такие организации есть в Италии и других странах мира. Со временем волонтеры замечают значительное улучшение в этих детях, а все, что для этого нужно – это посвящать чуть больше времени и заботы. Образование как дерево. Нужно постоянно поливать его, чтобы получить плод. Это мы наблюдаем в своей бесплатной школе после окончания занятий в обычной школе. Наши дети живут в неблагополучных районах, где видят много насилия. Здесь они учатся общаться по-другому. Например, когда мы играем в футбол. Ведь мы все-таки в Италии, дети больше не ругаются, когда случается нарушение правил. Это кажется таким малым достижением, но в реальности это очень важно. Необычность этому движению придает еще и тот факт, что на самом деле оно заботится не только о молодежи. Мы присутствуем в более чем 60 странах и незабываемо пожилых людях, потому что они тоже наше будущее. Мы постоянно навещаем их в домах престарелых, потому что одна из самых страшных проблем старости – это одиночество. Это движение молодых людей, их продленки ради мира, как нельзя лучше отражают слова и призывы Папы Франциско. Он просит выйти на периферии, поощрять молодежь мечтать, а также учиться мудрости у пожилых людей. Сколько книг написал Хорхе Марио Берголио, прежде чем стать Папой Франциском? А3, В7, В12. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ромрепорт на России. Сколько книг написал Хорхе Марио Берголио, прежде чем стать Папой Франциском? А3, В7, В12. Правильный ответ В. Он опубликовал 12 книг. Вы смотрите Ромрепорт на России. Преданность, потому что я думаю, что это самое главное добродетель в нашей жизни. Быть всегда счастливым, потому что вы можете практиковать это где угодно и когда угодно. Я приехал из Франции, и я счастлив жить там. Я также счастлив путешествовать по миру. Чедрость. Важно быть способным делиться с людьми, быть щедрым. Честность. Почему? Потому что без честности нельзя жить и двигаться. Вы попали на премьеру замечательного гобелена жизни. Этот фильм рассказывает о жизни посла Ганны в Италии Велины Аниты Стокс Хейфорд. На протяжении своей карьеры на международной арене она поддерживала многие проекты, касающиеся женщин и детей. Ее усилия вдохновили режиссера Лию Билл Трами на создание фильма, поскольку она считает, что миру необходимо преодолеть стереотипы прошлого, чтобы сформировать более справедливое африканское общество будущего. Женщины не просто существа, созданные, чтобы носить воду на своих головах. Они могут быть очень сильными и в то же время научить нас солидарности. Идея фильма заключается в том, чтобы показать, как из нити солидарности был соткан замечательный гобелен. Развитие не всегда задача экономистов. Оно также укоренено в вере и благополучии человека. Будучи послом, Анита хорошо понимала, что это главный фактор развития Ганны. Мою страну знают из-за ее оптимизма. Если бы мы могли его направить в доброе русло, мы бы смогли все преодолеть. Мы христианская страна, и мы верим, что с помощью Божьей мы сможем всего достичь. Эти люди – живые примеры оптимизма, о котором она говорит. Но режиссер хочет быть уверенной, что снимает картину не только для взрослых, но и для будущего поколения, которому предстоит столкнуться с новыми трудностями. Теперь новые виды рабства приходят из-за моря. Поэтому мы попытались отразить и это, чтобы дать молодым людям понять, что они свободны, что вера делает их свободными. Старайтесь упорно работать, чтобы подарить достоинство каждому человеку в любом месте, в любой части мира. Только в этом году Ватикан отметил 50-летие энциклики Папы Павла VI «Развитие народов». В ней он написал, что развитие – это новое слово, обозначающее мир. Он был прав, это подтверждают прошедшие годы. Это здание не просто жемчужина эпохи Возрождения. Донат Абраманте построил этот храм в месте, где теперь находится Испанская Королевская Академия в Риме по заказу католических монархов. Они хотели отметить то место, где по преданию был убит святой Петр. В этом году 1950 лет с момента его мученической смерти. Мы подумали, что это будет нашим главным экспонатом на выставке. Мы хотим, чтобы люди об этом помнили, чтобы видели, что это продолжает приковывать интерес современных художников, и не только. Это храм Браманте считается лучшим образцом католического ренессанса за чистоту, линии и строгость. Эта простота теперь соседствует с авангардными работами, выставленными здесь. Из этого смешения традиций родился триптих, подготовленный испанским художником для Испанской Академии в Риме. С помощью неоконченной техники его три картины подчеркивают ужасное мученичество и обеспечивают прекрасные декорации для кинематографистов. Одна картина просто набросок, вторая наполовину закончена. Вы не сможете понять всю композицию, пока не посмотрите третью картину. Все картины решены в одной цветовой гамме и стиле. Все они обладают личным весом и важностью, как у Караваджо и Реберре. Он хотел реализовать эту идею. По сути, испанский художник основал свою работу на картине «Мученичество святого Петра», написанной Караваджо. Он увидел ее во время пребывания в Риме благодаря стипендии, которую Академия выделяет 20 художникам каждый год. Знакомьтесь, это Union 3 – музыкальная группа из Колумбии, которая будет петь для Папы Франциска в сентябре. Я буду говорить о Богате, потому что, как мы знаем, там пройдет две встречи. Одна будет проходить на площади Боливара, где понтифик встретится с молодежью. После этого будет место в парке Симона Боливара. В самом парке мы ожидаем около 500 тысяч человек, но вокруг него должно собраться еще как минимум миллион. Группа споет песню из своего самого первого альбома, который посвящен оригинальным поступкам Бога. Сейчас они записывают свою вторую пластинку, которая называется «Это ты». Они уже выпустили ее главный сингл. Группа не только поет, она еще организовывает молитвенные встречи со своими фанатами, где они делятся свидетельствами веры с теми, кому они особенно нужны в данное время. Мы посещаем больницы, навещаем молодежь, женщин, мужчин, семьи. Я всегда свидетельствую о своей супружеской жизни. И хотя они погружены в работу над своим вторым альбомом, в сентябре они сделают перерыв, чтобы выступить на одной из самых важных сцен в своей жизни и спеть для Папы Франциско. Смотрите в следующей программе. Мы расскажем вам о планах Папы Франциско до конца года. Все это гораздо больше в Ромрепортс и России. Папы Франциско до конца года.